добрый вечер сразу скажу самое главное лично я глубоко удовлетворена визитом президента в наш замечательный город но прежде всего потому что я люблю волшебство проснувшись утром в день визита президента и выглянув в окно я обнаружила совершенно волшебную картину на каждом перекрестке вот буквально на каждом стоял сотрудник дпс а на перекрестке где обычно перехожу дорогу стояло целых два сотрудника крайне сложно было предположить появление президента именно на этом конкретном перекрестке поэтому как человек верящий волшебство я предположила две версии либо сотрудники дпс охраняли на моем перекрестке столб либо по волшебному стечению обстоятельств именно в этот день они решили позаботиться о пешеходах и посмотреть а все ли правильно переходят дорогу сейчас будут контролировать чтобы я не перешла дорогу на красный свет я всегда перехожу дорогу на зеленый если что в общем от такой волшебной заботы настроение мое стало приподнятым спасибо президенту и окончательно мой душевный настрой стал просто таки отличным когда пройдя еще 300 метров вперед я обнаружила как чистят памятник первому губернатору степанову но наверное на всякий случай а вдруг президент будет ехать мимо и волшебным образом выглядит в окно и скажет о так это же первый губернатор степанов давайте-ка остановимся подойдем довольно кстати было не только я многие мои коллеги тоже предлагали владимиру владимировичу приезжать почаще как можно чаще на сегодня в городе днем работает снегоуборочная техника сегодня крис с визитом к нам пожаловал владимир владимирович путин хорошо как и ветер подул у меня такой вопрос а вы увидели хоть раз чтобы копылова в центр не было пробки вот что значит владимир владимирович приехал почаще бы так приезжал свободное копылова это да почти чудо но главное волшебство в день приезда президента было другое вы конечно догадались о чем я все соцсети об этом говорят может мне хоть кто-нибудь объяснить как они договариваются с погодой что именно в приезд владимира владимировича на улице сумасшедший ветер который естественно сдул все неблагоприятные условия в прямом смысле сдул женя ты просто волшебство не веришь а надо я вот даже как-то женский взгляд делал на тему чем выше начальник тем больше волшебства вокруг него вот те кто верит волшебство даже запустили в соцсетях хэштег оставьте президента у нас он хорошо проветривает все это было бы смешно когда бы не было так грустно на самом деле президент провел в красноярске даже специальное совещание по нашему воздуху это уже хорошо я даже читал на сайте кремля стенограмму этого совещания все там говорилось правильно и по делу но нужно время а много у кого времени уже нет в день приезда президента красноярский фотограф татьяна вязкина выложила в соцсетях фотографию своего младшего сына четыре года назад они лежали в отделении детской онкологии я просто процитирую без всяких комментариев многих наших тогдашних соседей по отделению уже нет я не вижу из окна кухни окон соседних подъездов из-за жуткого серо-желтого тумана и вижу черные круги под глазами у сына и не знаю как глоток этой гадости аукнется ему на следующем обследовании мне стыдно о собственной слабости потому что нам с мужем не хватает духу бросить все взять детей в охапку и свалить отсюда президент уехал и жизнь послал своим чередом нету больше на нашем перекрестке никакого сотрудника дпс и на всех тех перекрестках на которых они тоже стояли нету началась обычная нормальная жизнь на этом все всегда ваша юлия сорокина удачи